Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим и сегодня короткие новости, спойлеры на следующую неделю и также я их делаю только потому, что появилась уже информация официальная по поводу Рождества. Но Рождество у нас стартует 25 декабря, поэтому данная информация относится не к следующей неделе, а через одну. Стоит это учитывать. Итак друзья, приключения импа на следующей неделе нас ожидает. Стандартное событие, как это выполняется у меня есть видео на канале, кому интересно можете посмотреть. Вбиваем в поиск приключения импа. Далее задание убежища, нас ждут 6 героев в событии Шелтера, Пенни, Гуштин, Гаруда, Накия, Слиплесс и Зирок. Все в принципе герои кормовые на самом деле, ни одного кстати героя нет с воид наукой, то есть вот все вот эти герои, которые представлены на данный момент это корм. По поводу Гаруды, очень многие задают вопросы, будет ли ей добавлена воид наука. Воид науку на старых героев с большой вероятностью вот прям 99% добавляться не будет. Единственный шанс по поводу Гаруды есть на то, что ее сделают воид героем. И то этот шанс довольно таки низкий, я об этом рассказывал на стриме. Смотрите, сейчас вышла Сяшка, это киллер. Далее вышла Королева, это рейнджер. Следом за Королевой уже официально выйдет Осмод, это воин. Как раз таки тот класс, который относится к Гаруде. И после Осмода, стоит предположить, что у нас появится маг и также пастор. То есть 5 классов разных и вот эти 5 первых классов должны появиться в игре. Соответственно, 2 воина подряд, я сомневаюсь, что будет. Возможно будет через одного героя, то есть после Осмода выйдет или маг или пастор. И Гаруду могут сделать воид воином из леса. Но опять же, очень маленькие шансы. То есть тут сами уже делаете выводы, что делать с этим героем. Но на данный момент Гаруда еще что-то из себя представляет. Но как я и говорил, с каждым днем эффективность Гаруды падает, потому что вы прокачиваете воид науку воид героям, у которых это возможно. Соответственно, Гаруда в этот момент теряет свою актуальность, теряет свою силу относительно героя с воид наукой. Вот такая вот информация по Гаруде, официальных каких-то подтверждений тому, что Гаруда что-то получит, нет. По остальным героям, в принципе, точно так же. Никто не обладает воид наукой. Появятся ли они в виде воид героя, также на данный момент неизвестно. Так, окей. Двигаемся далее. Срочная покупка. Это донатерские пакеты. Не особо интересно. Никому не советую донатить. Благословение серых гномов. Здесь у нас кузница. Стандартно точно так же крафтим сеты классовые. Советую крафтить только классовый сет в кузнице. И также зимняя станция снабжения. Здесь мы, скорее всего, за донат что-то прикупим. Хотя, возможно, и не за донат. Возможно, за золото какое-то. И получаем в течение 7 дней дополнительные награды. То есть, следующая неделя будет с какими-то дополнительными наградами. Что касается очевидных событий, это все. Теперь давайте разберем рождественские спойлеры, которые нам предоставили разработчики. Здесь довольно-таки все интересно. Итак, Merry Christmas Gifts. У нас будут 7 подарков на выбор. И из этих 7 подарков мы сможем выбрать 2. То есть, вручную выбрать те награды, которые мы хочем получить с этих подарков. Как сказали разработчики, в этих коробках, в этих подарках, вы сможете выбрать также новый артефакт Снежное Сердце. Ключевая особенность данного артефакта, который они назвали, это то, что он выглядит холодным. И также, когда держишь его в руках, он становится теплым. Ну, это понятно. Но не об этом речь. Предположения по поводу характеристик. Значит, если артефакт какой-то морозный, связанный со снегом, стоит предположить, что будут как раз-таки характеристики, завязанные на этой стихии. Многие предположили, что будет даваться иммунитет к заморозке. Но я сразу опровергаю эту теорию, потому что, во-первых, данная характеристика абсолютно никому не нужна. Донатеры не будут донатить на артефакт, который дает иммунитет к заморозке. Потому что сейчас в игре, в мете, нет ни одного героя, который замораживает кого-то. Возможно, это появится на Новый год. Но, опять же, давать артефакт против заморозки, против героя, который появится в будущем когда-то, когда по нему еще даже информации нет. Это довольно-таки странно, я считаю. Поэтому я предполагаю, что данный артефакт будет давать снижение скорости противника. То есть, вы экипируете данный артефакт на какого-то героя. И когда данный герой с этим артефактом получает какие-либо атаки от противника, он снижает их скорость. То есть, вот такая вот механика интересная. Поэтому предположения такое, официальной информации на данный момент нет. И что касается коробок вот этих подарков, гифтов. Предположили, что, типа, если мы выбираем подарки, то все смогут забрать этот артефакт. Скорее всего, точнее не скорее всего, а со 100% вероятностью нет. Потому что я думаю, что когда вы выбираете какую-то награду в коробке, то скорее всего, чтобы получить данный подарок именно с этой наградой, которую вы хотите, на нее нужно будет затратить большее количество каких-то ресурсов. То есть, на данный момент неизвестно, за что мы будем получать вот эти подарки. Поэтому иллюзии строить не надо. Данный артефакт 100%, миллион процентов будут давать только за донат. Потому что данный артефакт только появляется в игре. И с большой вероятностью он будет иметь довольно-таки вкусные характеристики. То есть, это скорее всего может быть снижение урона, снижение, точнее, скорости у противников и встроенное какое-то снижение урона. То есть, вот такая вот комбинация, которая на данный момент недоступна в игре. То есть, все артефакты со скоростью, они имеют, к примеру, тот же Жезл Жуи Здоровье, Пань, точнее, не Панишер, а Шар Аугуста дает атаку. Соответственно, снижение урона входящего никто не дает. Поэтому данный артефакт может давать вот такую вот крутую выживаемость за счет снижения скорости и какого-то встроенного поглощения урона. Я думаю, что будет приблизительно что-то. И также советы дали к Рождеству. Во-первых, сохраните квесты. То есть, если у вас есть сейчас незакрытые месячные события, не спешите их закрывать, потому что на Рождество могут быть события, связанные с закрытием квестов в таверне. И также сохраняйте крафт пятизвездочных героев. То есть, осколки четырехзвездочных героев и просто осколки пятизвездочных героев. Не выполняйте сейчас месячные события. Ждите до конца, потому что месячные события могут пересекаться с какими-то большими событиями на крафт тех же героев. Соответственно, это лучше выполнить одновременно праздничное событие, а так и месячное событие. В общем, я думаю, вы поняли, о чем я. На сегодня это все. Если разработчики что-то еще новое предоставят, обязательно опубликую это в сообществе. И также следите за новыми видео. Поддерживайте лайком, если было полезно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать будущее видео. Напишите в комментарии свое предположение по поводу артефакта. Какие характеристики вы на нем видите, глядя на него. Потому что разработчики нам дают возможность визуально оценить его характеристики. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok